В областном правительстве прошло второе заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов президента. Одной из главных новинок президентской кампании стало голосование по месту своего нахождения. Это значит, что избиратель сможет отдать свой голос на любом избирательном участке, независимо от места своей регистрации, предварительно подав заявление в многофункциональный центр или через портал госуслуги. Подать заявление можно через портал госуслуг. На сегодняшний день у нас заключается договор на доработку электронного сервиса. И с 29 января мы в полном объеме будем готовить принимать заявление как в многофункциональных центрах, это 30-17 окон и 94 удаленных рабочих мест, это удаленные населенные пункты. Воспользоваться данной услугой могут граждане, находящиеся за пределами страны или пребывающие в местах содержания под стражей. Для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства, процедура предусматривает включение в список избирателей на наиболее удобном для них участке. Обратиться в МФЦ нужно не позже пяти дней до дня голосования. Таким образом, к уже существующим постоянным избирательным участкам прибавилось еще семь дополнительных. Шесть из них это в стационарах, в самых крупных стационарах Ульяновской области, два в городе Димитровграде. В Ульяновске это областная клиническая больница, центральная городская клиническая больница, это центральная клиническая медико-санитарная часть имени врача Егорова, и Ульяновская областная клиническая центральная клиническая помощь и медицинская помощь имени Чучкова, ну, БСМ, по-старому, по-русски говоря. Кроме того, в исковой части в базарном Сыгалском районе. На данном этапе продолжается работа над формированием участковых избирательных комиссий. Проходит обучение организаторов выборов всех уровней, начиная от территориальных и заканчивая участковыми комиссиями. На этот раз к ним присоединились и работники многофункциональных центров. С 15 февраля участковые комиссии начинают свою работу. Первый этап их работы будет заключаться в 10 дней до 25 февраля в том, что они, я надеюсь, и дадут у каждого избирателя, проинформированы о предстоящих выборах, а затем начнут заниматься уже работой, которая в большей степени связана с обезвечением права граждан на голосование по месту своего нахождения. В ходе совещания обсудили обеспечение комфортных условий на выборах для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Общее количество избирателей данной категории составляет 102 тысячи человек. По предварительной информации, 11 тысяч из них планируют проголосовать на дому. Уточненные списки будут подготовлены к 15 февраля. Проработали комплекс мероприятий для того, чтобы любой инвалид у нас смог попасть или на тот избирательный участок, который у нас оборудован средствами доступной среды, а у нас более 40% избирательных участков сейчас подготовлены к этому. На заседании прозвучали отчеты по подготовке к выборам отряда муниципалитетов. На этот раз перед кабинетом министров отчитались главы Новомалоклинского и Базарно-Сызганского районов. Дарья Судрева, Данил Сурков. Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова